Недавно на некоторых остановочных комплексах столицы появились информационные табло. Сегодня они начали работать, правда пока в тестовом режиме. Информационные табло показывают, какой именно транспорт приедет в ближайшее время. На экране также можно узнать настоящую температуру. Пилотный проект под названием «Умные остановки», как и система онлайн-отслеживания транспорта, часть большой региональной навигационной информационной системы. Электронный маршрутный указатель получает информацию со спутникой через систему ГЛОНАСС, передает ее на экран. Программа работает с учетом скорости движения, пробок, ДТП и задержек на светофорах. Эту же информацию можно посмотреть дома на сайте baschep.ru. 8 минут до первого троллейбуса, 9 минут до четвертого. До прибытия нужного транспорта можно успеть поговорить по телефону, пока электронные табло отображают работы только троллейбусов. Позднее появится информация передвижения автобусов и частных перевозчиков. Проект пилотный, и по мере оснащения каждого маршрута навигационными блоками, приборами, так называемыми трекерами, эти маршруты будут появляться на данных табло. В перспективе мы можем работать также и с автобусным, с нашим «Чеваш-Автотрансом» и с маршрутчиками. То есть для пассажиров будет представлен весь спектр пассажирского транспорта, который проходит через данную конкретную остановку. Маршрутов у нас очень много, я могу сказать, что на улице Николаева порядка 38. Поэтому предполагаем, что информация будет востребована, интересно и будет использоваться горожанами. В полную силу умные остановки заработают тогда, когда все транспортные средства будут оснащены трекерами ГЛОНАСС. Некоторые троллейбусы сейчас выпадают из графика движения. В транспорте отсутствует спутниковый блок. Пока Чебоксары могут похвастаться только пятью информационными табло, которые установлены на остановках улицы Николаева, площадь Республики, улицы Дзержинского, Дон торговли и Роща. Сейчас они будут работать в тестовом режиме. Но специалисты обещают, количество информационных стендов будет расти. Средства на это предусмотрены программой электронной Чебоксары. Каждый маршрутный указатель обходится в 80 тысяч рублей. Также создано специальное приложение для компьютеров и смартфонов. Жители могут в режиме онлайн отслеживать движение транспорта. Данифа Тагерова, Андрей Шоклев, Республика.